Все-таки, если вернуться к Дондурию? Ну, что значит ложные цели? Мне кажется, люди, они сами разберутся. Это же все равно некое баловство, это некий этап, который мы должны были пройти. Этап вот этого маятника, знаете, когда тебя 75 лет держат в одном состоянии, ты, безусловно, тяготеешь к тому, чтобы перейти ровно в другое. И вот вбежать, как ребенок, который никогда не ел шоколадных конфет, вбежать в эту лавку и нажраться так, чтобы был настоящий диатез. Но сейчас это все вы разве не видите, не чувствуете в обществе, что сейчас вся эта культура уходит. Простите, если перебил, коль отменяется, то что же тогда идет на смену? Поиск духовности, в кавычках. А что нет? Вы с этим не согласны? Мне кажется, что когда я встречаю каких-то людей, которые не имеют никакого отношения, ну, никогда я их не видела раньше, ни в театрах, ни в кино, они пытаются насытить свой вот этот вакуум, созданный там блеском и стразами, насытить какими-то новыми знаниями, новыми разговорами, новыми дискуссиями. Они разглядывают последние работы Громли или Дэвида Линча и как бы живут вот в этих координатах. Ксения, что вы мне сейчас говорите, да еще на голубом глазу? Но неужели вам в детстве не говорили, и вы сами не верили, что духовность – это другое? Духовность – это понять, для чего я здесь живу, как устроена моя планета, что плохо? Поэтому, если вы обратили внимание, я показала кавычки, что человек, он, безусловно, свой вакуум какой-то внутренний, который он чувствует после 148-й сумочки, Биркин, он заполняет какими-то вещами, которые могут быть псевдом. 148-я сумочка – это РМС. Нет, нет, мне это вообще не имеет отношения. Это то, насколько мы способствуем промыслу Святого Духа на Земле, то есть творчеству. Так вот ты настолько духовен, насколько ты самоотверженно созидаешь во славу других. Вот та духовность, о которой вы говорите, как жизнь Духа, я вот с этим святой опустим, но как жизнь Духа, я, безусловно, с вами согласна. В этом тоже есть вопросы, потому что в постмодернистском обществе, где все все равно упрощается и существует вот эта клиповость сознания, упрощается и вот эта духовная жизнь. Она становится уже некой духовкой, как ее называют сейчас, в среде подумай о духовке. И это становится тоже абсолютно, ну, я не знаю, хорошо ли вот такое упрощение. Вот мне, например, было гораздо комфортнее жить в системе координат, когда есть гламур, как некая такая фальшь, и некое то, что я всегда называю бриллиантовый дым, застил дворницкую. Вот. Это понятная система координат. Ты вышел, повесил свой сюртук на спинку стула музыкант, и дальше у тебя началась твоя духовная жизнь. А сейчас же происходит другое. Сейчас за счет того, что это вошло в некий тренд, если вообще можно говорить о том, что духовность вошла в тренд, это, конечно, звучит ужасно, но это так. Происходит упрощение, оцифровывание и этого понятия тоже. Это уже тоже псевдо-насыщение, и это тоже псевдо-искусство. А можно рассмотрим ваш тизис? Продолжение следует...